Добро пожаловать, угощайтесь! Добро пожаловать, госпожа! Возьмите, пожалуйста! Поздравляю! Все пришли, а женихов все еще нет. Где они? Что-то случилось. Где эти ребята? О, Боже! Не волнуйся, бабушка Хаджи, они сейчас придут. Я зайду внутрь, милая. Я здесь, я присмотрю. Добро пожаловать, угощайтесь! Девушки, поешьте чего-нибудь. Нет, спасибо вам, мы не хотим, совсем не хотим. Ну так нельзя, хотя бы один кусочек. Ни циста, правда, у меня и так желудок ничего не принимает из-за волнения. Сергей, позвоните им еще раз, дочка. Где они задерживаются? Джонтан только что разговаривала с Демиером, мамочка. Они сказали, что будут. Сейчас будут, не беспокойся. Пока не увижу их своими глазами, сердце не успокоится никак, дочка. Ты и сама поймешь меня, когда станешь мамой. Я всегда молилась Аллаху и просила такую невестку, как ты. Слава Аллаху, мои молитвы были приняты. Теперь я умру без сожалений. Да что вы такое говорите, мамочка? Дай Аллах вам долгих лет жизни. Мой сын в надежных руках, дорогая моя дочка. Ну, Демир, ну давай же, ну где же вы? Сестра Джонтан, не бойся. Они это, скоро приедут. Да к тому же мой папа не бросит на полпути своих любимых. И, конечно, тебя он очень сильно любит. Я знаю, милая, знаю. Ну вот же, человек все же волнуется, когда они опаздывают. Я пока выйду, дочка, гостей надо встречать. Мы тоже пойдем. Нет, дочка, вы сидите здесь, когда еще нет женихов, где было видно, чтобы невесты разгуливали вокруг. Сидите. 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 Папочка, прошу. Хорошо. Только посмотри на его поведение. А что поделать? Человек боится. Ладно. Они приехали, приехали. Приехали, правда? Сынок, где же вы были-то? Девушки внутри ждут. Давайте, проходите, заходите внутрь, давайте. Угур. 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 Где вы были? Что случилось? Угур. Ты в порядке? В порядке. Я просто застыл перед такой красотой. Потому что... Потому что мое свадебное платье очень красивое. Благодарю. То есть, за то, что ты такой заботливый и ударчивый. Вообще-то, это я благодарю тебя. За то, что ты стала моей женой. Угур. Парень. Угур, ты в порядке? Братец. Угур, смотри, сейчас не время. Брат. Что с ним? Нет комиссара, он сейчас придет в себя, не бойтесь. Послушайте, парни, из-за странности этого типа у меня совсем уже настроение испортилось. Сделайте все необходимое и верните этого типа в нормальное состояние. Что-то плохое случилось? Смотрите, родственники, друзья, знакомые. Все собрались, я больше не хочу приключений. Хорошо, начальник, не бойся. Дядя Хикмет, забери начальника, пошли. Вы посидите с ним. Джимарь. Да. Можешь справиться один? Не переживай, не бойся. Пойдем, я верну тебя к заводским настройкам. Шш. Шш. Друг, пойдем. Угур. Давай, брат, пошли. Успокойся немного. Шш. Успокойся. Брат, что такое? Я не понял. Увидев ее в таком белоснежном платье, у меня в какой-то момент... Сердце чуть не выскочило из груди, я замер на месте. Я думал, что сердце выскочит и покинет меня. Брат, что это? Я видел парень, видел. Только вот я и комиссара Хусейный видел, он очень нервничает парень. Человек даже пару слов сказать не сможет нормально из-за напряженности. Правда, что ли? Правда. Брат, скажу кое-что, он теперь не обидится, не заупрямится. Хюсо не откажется от свадьбы? От всего и не заберет дочку? Что мне делать? Мне нехорошо. Правда, смотри, у меня головокружение. Что сил нет совсем? Погоди, брат, стой. Погоди. Так вот, брат, твое спасение здесь. Что это? Успокоительное, парень. Это же лекарство моей мамы. От тахикардии, блин. Я не могу выпить его. Парень, ты же только пару капель выпьешь, ничего. Брат, я скажу кое-что, потом мне плохо не станет. Вдруг написано, что это травяной сироп, ничего не случится. Ничего не случится? Возьми. Да. Ничего не случилось, брат? Погоди, парень, погоди пять минут. Случится, жди. Погоди, ты еще воды выпей. Слушай, дай это мне. Погоди, парень, стой, что ты, что ты творишь? Ладно. Ладно, все, я в порядке. В порядке, ничего страшного, со мной все хорошо. Ей-богу, в порядке. Давай, пойдем. Пойдем. Они идут. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, извини, я должен был кусочек дать тебе Открой рот Дочка моя Моя малышка Моя малышка Хлянусь, я в жизни не видел такую красивую невесту, как ты Ей-богу Но ты уже минимум сто раз сказал об этом Когда сказал? Правда? Пусть будет полезно повторить это Ты очень красивая, да? Ей-богу, ты красавица Демир, почему Гур так странно себя видит? Даже не знаю Джималь? Брат, что ты сделал с парнем? Он похож на дыню, что испортилось на солнце Я дал успокоительное Ведь он напрягся Я дал немного, но он сам переборщил Да, он ведь никогда не может выбрать правильную дозу Что ж, ладно, сейчас ему лучше, чем было Оставь Аллах мой Когда вырос, он стал похожим на своего отца Он тоже был таким же невинным, с чистым сердцем, как у Гур Поэтому никогда не вылазил из проблем Пусть Аллах простит ему все грехи У нас тоже так же Она в дочь в дочь стала похожа на маму И ее мама передавала теплоту человеку своей улыбкой Она словно солнце освещала все Покойный очень любил меня Смотрел на меня так же, как у Гур смотрит на Сергея Разве Мала, она страдала из-за меня Но она ни разу не сказала ни слова Мечтой всей его жизни была увидеть женитьбу собственного сына А покойная мечтала увидеть свою дочь в свадебном платье, счастливой и радостной Ты только посмотри на них, они очень счастливы Да, очень, хвала Аллах Давай с ним потанцуем Правда? А твой папа будет танцевать? Будет, дорогой, почему бы и не? Ну давай Папочка, ты не потанцуешь со своей дочкой? Мама, дорогая, посвяти мне этот танец Ты сможешь, пошли уже, давай танцевать Да погоди, сынок Я сейчас упаду из-за тебя и сломаюсь Не сломаешь, пошли Посмотришь еще, как мы с тобой танцуем Что случилось в жизни, Моя? Не знаю даже Увидев Тавс и Гея и Гура, как они танцуют со своими родителями Вспомнила о своих родителях Не переживай, то есть, возможно, мы не сможем заменить тебе твоих родителей Но мы будем стараться стать хорошей семьей для тебя Я и Уики Маржан, убери свои руки, убери Убери свои руки Ладно, ты мне расставь детей в покое Смотри, как красиво танцует Пойдем, дочка, потанцуем Идем ко мне, дочка Папочка, ну я же танцевала с Мирджаном Забудь о нем, дочка, с папой танцуй Разве могу сказать такому кавалеру джентльмену? Барабанщик, бей же по барабану Играй Барабанщик, бей же по барабану Барабанщик, бей же по барабану Барабанщик, бей же по барабану Субтитры сделал DimaTorzok Дети, я прочла все ваши сочинения. Все они очень красиво получились. Вы молодцы! А теперь пусть один из вас выйдет в глазки и прочтет слух. Можно я? Можно? Давай, выходи, Уйка. Выходи. Моя семья. Моя прекрасная семья. Я очень, очень даже везучая девочка. У меня есть мама и папа, которые очень меня любят. Есть также двое очень симпатичных дядюшек. А еще есть выучительница. А еще есть бабушка Хаджер. Она самая милая, забавная и заботливая бабушка в мире. У меня также есть и мои друзья. Есть люди, которые любят нас. Раньше я была совсем одинокой. Но сейчас у меня есть огромная семья. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Доброй ночи, мойка милая. Доброй ночи, мамочка. Маляка, я вижу, ты все еще не спишь. Что такое, что случилось? Нет, нет ничего. Папа? Папа? Разве, мама, сегодня не была очень красивой на свадьбе? Она была очень красивой. Она и так очень красивая. Давай, ложись уже. Спи. А сказка? Милая, какая сказка, ей богу. Ну, папа, ну прошу. Сегодня наша первая ночь в нашем доме. Тогда тоже проходи, будешь слушать. Хорошо. Подвинься, подвинься, мы тоже ляжем. Погоди, эти подушки тоже поправим. Вы готовы? Данный мир мы слушаем. Давай, мы слушаем. Давай, мы слушаем. В некотором царстве, в некотором государстве давным-давно жила одна маленькая девочка. Эта маленькая девочка на самом деле была черным ягненком. Этот черный ягненок бесстрашно разгуливал в одиночку в огромном городе. Став氏, Кальч-於6-6-6-8-6-7-7-7-7-н-5-5-7-8-7-7-8-7-8-8-4-3-5-7-8-8-7-7-8-8-8-6-4-7-8-8-8-8-8-8-7-8-8-8-8-7-8-7-8-8-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9-9-8-9-9-9-8-8-8-8-9-h. Дорогая Ойкю, я больше не смогу заботиться о тебе. Внизу я написала имя и адрес твоего отца. Демир Гёктур, Демир Гёктур, Демир Гёктур. Этот чёрный ягнёнок отправился в путь, чтобы найти человека, которого он в жизни никогда не видел. У неё был такой жёлтый, огромный чемодан. Дорога была тернистой, чемодан был огромным, а руки у неё были крохотные и крохотные. Малявка, тебе помочь? Спасибо, я сама донесу. Демир Гёктур? Это ты, Демир Гёктур? Спрашивай кое-что, зачем тебе Демир? То есть, что тебе нужно от Демира? Ой, да. Пам... Я его дочь. Поначалу чёрный ягнёнок не нашёл то, чего искал. Она продолжила неустанно искать человека. И нашла. Дочка, ты совсем не знаешь своего папу? Даже если ты и нашла его, ты можешь быть взята под опеку государства. Нет, нет, дядюшка судья. Пожалуйста, не делайте так. Не отправляйте меня ни в какой приют. Позвольте меня остаться с папой. Только тебя и не хватало. Разве нет никого, кто о тебе заботился бы? А разве ты не можешь? Я ненавижу детей. Я проголодалась. Может, помолчишься, я говорю, что думаю об этом. Но я ведь проголодалась. Аллах, дай нетерпение. Пошли. Пошли. Человек был весь такой проклятый, такой неприветливый. Он был таким нервным, полным гнева. Что не понял ни проблему девочки. Ни свою проблему не осознал. Ладно, какая у него была проблема? Даже одного часа не займёт наше дело, блин. Говорю, что мы обманем женщину, заберем картину и выйдем обратно. И всё. Нет. Вы вора? Вы же воры, да? Да. Вот ей ещё объясни. Возьмите это. Здесь уже всё написано, что касается картины женщины. Хорошенько поработайте. Женщина должна доверять вам. Она ничего не должна заподозрить. Нет проблем, брат. Дело за нами. Отсутствие любви. Человек не знал, как любить. И быть любимым. Но эта маленькая девочка начала менять человека. Что ты делаешь? Ничего. Я убираю мусор. Отставь это дочкой. Ты сказал дочкой? Это так. К слову. Отойди. Отойди отсюда. Представлю тебе, это эскалатор. Их делают не зря. Но я не люблю эскалаторы. Это ещё почему? Потому что эти чёрные поручни, за которые ты держишься, движутся быстрее самой лестницы. Аллах, всевышний. Не добавляй много лимона. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Ну где же ты? Шесть. Спокойно, Димир, спокойно. Семь. Восемь. Девять. Что же я делаю? Я тебе запрещаю впредь делать что-то плохое. Потому что если ты будешь делать плохие вещи, то полицейские отправят тебя в тюрьму, а меня в детский бьют. Поэтому я всегда буду мягко с тобой. А я вот сегодня стану убийцей. Да, то есть ты говоришь, что обязательно сядешь в тюрьму. Ладно, куда мы тебе едем? В глубине Ада, там тоже можно покататься на метро, ты знаешь. Ты в таком возрасте уже, а всё ещё даже машины нет у тебя. Я не знаю, что такое отцовство, и как быть отцом. Я ведь не видел отца. Что это? Ты реально оказалась девочкой? Погоди, я ничего плохого не сказал. Ты стала такой... Какой? Милый. Правда? Человек так поначалу испугался. Что же со мной происходит, подумал он. Девочка посадила его перед собой, потрясла его и сказала. Не бойся. Это любовь. Ты мой папа. Ну, то есть, ладно, да, ты не совсем хорош, но всё же ты мой папа. Я столько кричал на тебя, наговорил всего. Ну, я тоже кричала, орала на тебя, наговорила всего. Бывает такое между отцом и дочерью? Так вот, тогда он понял, что на самом деле эта маленькая девочка была воинственной принцессой. И эта воинственная принцесса поклялась изменить этого человека. Ладно, а что было потом? Папа? Слушай, моя красавица-дочка. Папа. 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 Что такое? Я спрошу тебя кое-что. Что такое, Оикю? Что такое? Ты очень красиво выглядишь. Оикю. Сюрприз. Я поверить не могу. А после она начала учить всему этого человеку. Доброте. Честности. Порядочности. Она научила его не сдаваться и не падать духом. Вставать на ноги всякий раз, когда будет падать. Но знаешь, самое главное, чему она его научила? Знаю, что сделала эта маленькая девочка. Она сотворила отца из этого человека с каменным сердцем. Где ты был? Где ты был? Я очень переживала за тебя. Что вы делаете, господин? Что такое? Кто вы такой? Я отец Уйкин. Папа. И отец назвал своей дочкой эту девочку. Которая пришла искать его. С желтым чемоданом. Которая пришла. Я отец. Я отец. Я отец. Я отец. Дочкой. Я отец. Ататюр. Ататюр. Я отец. Я отец. Ливент. Дай еще пока. Дай еще пока. Все. Хаджинсман. Больше никакой лжи. Больше нету лжи. И он обещал ей, что больше никогда не бросит ее. Так вот, тогда он и стал Железным Человеком. Железный Человек. Воинственная принцесса. И ее мама, красавица всех миров. Жили счастливо до конца жизни. И никогда не расставались. Хорошо, что ты вошла в мою жизнь, Оико. Хорошо, что вы стали моей семьей. Хорошо, что вы стали моей жизнью. Вы подарили мне жизнь. И ее мама не захотит. Уничтожите меня. Доброй ночи, красавица-дочка. И ее Бога. Доброй ночи. Доброй ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok